Позвольте мне рассказать вам еще одну историю, имевшую место 1400 лет тому назад. Пророк, саллиллаху алейвасалям, сидел вместе со своими сподвижниками. Все, кто участвовали в битвах при Бадре, Ухуде, те, кто были при присяге Резван, все они были там. И те десять сподвижников, которым был обещан рай, были там. Оба тестья пророка, саллиллаху алейвасалям, Абу Бакар и Умар, да будет доволен имя Аллах, были там. Оба зятя пророка, саллиллаху алейвасалям, Усман и Али, да будет доволен имя Аллах, были там. Пророк, саллиллаху алейвасалям, оглянулся вокруг и сказал, где Белял? Он спросил, где Белял? Белял встал. Тогда пророк, саллиллаху алейвасалям, сказал, Белял, взберись на крышу Каабы и дай азан. Крыша Каабы являлась самой священной крышей, и не только для мусульман, но также и для неверных. Потому что он хотел показать символ того общества, которое он пришел создать. То есть Белял, оставивший рабство человеку, пришел к рабству Господа человека. И это то, как Аллах возвысил его. Посмотрите, еще 1400 лет тому назад пророк, саллиллаху алейвасалям, разобрался с вопросом расизма. А мы все еще имеем это в наших общинах. Я знаю, что в действительности мы даже не нуждаемся в постороннем вмешательстве. Мы сами хороши в разрушении своих общин. Когда Абуззар сказал Белялу о сын черной женщины, Белял пошел к пророку, саллиллаху алейвасалям и пожаловался ему. Тогда пророк, саллиллаху алейвасалям, ответил, «Ты тот человек, в котором еще остались черты невежества». Далее пророк, алейвасалям, сказал удивительную вещь. Он сказал, «Я, Мухаммад, сын белой женщины, и сын черной женщины, равны, потому что он был вскормленный грудью черной женщины». Видите, какое общество пророк, саллиллаху алейвасалям, пришел создать 1400 лет тому назад. Он видел, как Белял страдал, как Белял был возвышен. Беляла подвергали пыткам, а пророк, саллиллаху алейвасалям, проходил рядом. И он сказал сподвижникам, «Есть ли кто-нибудь, кто может выкупить Беляла?» Тогда пошел Абу Бакр, он пошел к Умайи и сказал ему, «Продай мне Беляла». Умайя сказал, «Я продам его тебе, потому что ты первым испортил его». Абу Бакр спросил, «Сколько?» Умайя ответил, «Я продам его за 10 золотых монет». Тогда Абу Бакр пошел домой, принес 10 золотых монет и дал их ему. Умайя взял эти 10 золотых монет и начал смеяться. Абу Бакр, добудет доволен им Аллах, спросил его, «Что тебя заставило смеяться?» Умайя сказал, «Клянусь Аллахом, если бы ты поторговался со мной и предложил бы мне одну золотую монету за Беляла, я бы продал его тебе за одну золотую монету». Тогда Абу Бакр сказал, «Клянусь Аллахом, о Умайя, если бы ты поторговался со мной и попросил бы у меня 100 золотых монет за Беляла, я бы заплатил тебе за Беляла 100 золотых монет». Он выкупил Беляла, а затем освободил его. А что же он сказал после этого? Он сказал, «Саиду на Белял, Белял мой господин». Самое великое творение после пророка, вступавший по поверхности этой земли, назвал Беляла своим господином. Абу Бакр, добудет доволен им Аллах, выкупил его. Что сказал Умар ибн Аль-Хаттаб? Он второе самое великое создание Аллаха, кодивший по поверхности этой земли. Он сказал, «Наш господин Абу Бакр освободил нашего господина Беляла. Сегодня же у вас есть эти прекрасные мечети, миллионы мечетей. Вы называете их именами Беляла. Но если бы пришел Белял, то вы бы не позволили ему состоять даже в попечительском совете, потому что он не из вашей деревни или вашей страны. Вы называете мечети именем Салман Ар-Руми. Салман, римлянин, белый человек. Но если бы пришел Салман... О, нет-нет, брат, прости. Ты не из Египта. Ты не египтянин. Мы не можем позволить тебе состоять в попечительском совете. Хосни Мубарак, возможно, да, но ты нет. Прости. Прости, Белял. Мы знаем, скольким ты пожертвовал. Но знаешь что, ты ведь не с Индии, а мы, индийцы и пакистанцы, избранный народ. Поэтому мы не можем сделать тебя членом комитета. 1400 лет уже прошло, а у вас все еще те же проблемы? Пророк, саллиллаху алей вассалям, сказал Абуззару, Абуззар, ты тот, в ком еще остались черты невежества. Ты тот, в ком еще остались черты невежества. Далее пророк, саллиллаху алей вассалям, сказал, в ком бы не остались черты невежества, тот будет пребывать в огне ада. Тогда сподвижники, да будет доволенными, Аллах, сказали, даже если он будет молиться и поститься? Пророк Алейхиссаляту Вассалям сказал, даже если он молится и постится, он будет пребывать в огне ада. Позвольте мне внести ясность. Здесь много муфтиев, и если я не прав, они исправят меня. Быть расистом так же запретно, как и поедать сэндвич из свинины. Вы говорите об общине. Вы рассуждаете об общине. А затем вы сами разрушаете эту общину. Вы говорите о Беляле. Позвольте мне сказать вам, если это ваш подход и ваша организация, или же в ваших домах, тогда возьмите Беляла в следующий раз, читая книгу. Скажите это или забудьте. Мы все исключаем Беляла. Мы исключаем Салмана. Мы исключаем Сухаиба, потому что они не подходят нам.